Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Live. И у нас с вами и разбор полетов, и рубрика по комментариям. И, значит, прочитала я Уралке на канале комментарии. Написала Татьяна Дубатовка. Оля, не обижайтесь, но уже обдугани немного наглеет. Ему кажется, что ему все дозволено. Он не знает цену заработанным деньгам. На родине ему такого не позволено было. Здесь он почувствовал себя центром внимания. 415 лайков на момент просмотра к этому комментарию. 74 ответа. Сколько же всего написали? И благодарю за такой шикарный комментарий. И согласна. Но дальше очень многие встали в защиту обдугани. Дети часто в школе теряют обувь. Может, на физре забыл. Или в раздевалке. Так что это обычное дело в том бардаке, что творится в школах. Татьяна, ваши дети в школе ничего не теряли? Почему обдугани наглеет? Зачем вы так? Ребенок еще не адаптировался. Дальше зачитываю ответы. Вы что, совсем уже? Причем здесь обдугани обнаглел? У нас, пока ребенок отучился в школе, столько вещей потерял. И кроссовки, и шапки, и шарфы, и перчатки в умные-привумные диванные критики. У меня и внученька, и внук. Чего только не теряли. Внук продолжает еще учиться и продолжает терять. Так что это обычное дело. Дальше. А чем он наглеет? Яйцо взял шоколадное? Или в этой стране надо чувствовать как-то иначе? Здесь надо маршировать и жрать картошку? Воспитывайте своих, а в чужие семьи нос не совать. Уясни. А, это значит, пишет Рокси. Это главная шавка Уралки. Да. Как вспомню, сколько я, взрослый человек, потеряла, пишет Марго. За жизнь кошельков самой страшно. Однажды у меня украли выручку за неделю с четырех магазинов. И зарплату мужа. Это выходит, что я обнаглела. Ну, и очень много других комментариев. Кто-то пишет в защиту Абдугани, кто-то на ребенка. В итоге Ольга Жорова написала, вы уже совсем обалдели. Зачем ребенка трогаете? Сама ничего не теряла. Знаете, вот на самом деле у меня и правда тоже куча возмущений по поводу этого комментария. Ну, наглеет. В чем он наглеет? Конечно же, комментатор, автор комментария, да, не пояснила, в чем наглость. Наглость в том, что он кроссовки потерял. Ну, видимо, детей не имеет. Комментатор рассчитает, что наглость в том, что он потерял кроссовки. Кто имеет детей, прекрасно понимает, сколько всего теряют в школе дети. И обувь, и куртки забывают, потом не могут их найти. И путают свои куртки. Всякое разное бывает в школе. И в этом разве наглость заключается? Ну, это надо быть полным дураком, чтобы писать такое, да. Наглость в том, что он взял киндеры. Не один там, и не два, а прямо три. И сафарик тыкал, показывал, что 100 рублей штука стоит. И уралка вопела, да, что лучше съесть шоколадку за сколько там? За 50, за 70 рублей. Нежели отдавать такие деньги на такой маленький киндер. Ну, в принципе, уралка-то права была. Но детям же не укажешь, да. Им хочется киндер. Шоколадка, возможно, неинтересна, да. А вот киндер, да, интересует. Там игруха внутри. А так как Абдугани, он, собственно, как ребёнок, видимо, в Таджикистане не видел никаких игрушек, раз играется со всякими вот такими вот безделушками, да, детскими, то, естественно, ему киндер лучше, нежели большая шоколадка. А в чём наглость-то? Вот спрашивается, как по шее, так Абдугани получает за съёмки, потому что ёрзается там где-то за столом, да, и по ногам получает, по коленям, да. Сафар его трясёт периодически, заставляют его на лазалки лезть, толкает его туда, да. Всё его заставляют делать на камеру. И что? Это наглость? Это якобы пишет комментатор, что надо знать цену заработанным деньгам. Так он их заработал, он заработал съёмками. Перефигели, что ли, люди, уже просто, знаете, просто вот нет слов. И главное, комментарий-то держится. Столько лайков под ним, столько ответов. Вот как удалить? Это же самый классный хайп. Опять хайпануть на ребёнке, которого обгадили в комментариях, обозвали наглым, да, который якобы не знает цену заработанным, деньгам. Всё он прекрасно знает. Он видит, что папашка нифига не делает, кроме того, как держит камеру и вся работа. Знает он цену. Он знает больше цену своей работе на этом YouTube-канале, потому что его заставляют сниматься, его заставляют жрать на камеру, и ещё за это он люлей получает от папашки. Поэтому вот кто-кто знает цену, так это обдугани. Ну, может быть, ещё и уралка, которой не особо-то охота таскаться по музеям, ну, по магазинам, да, со жрачкой, это ей в кайф. Ну, а по магазинам со шмотками, думаю, не особо ей интересно таскаться, да. Да ещё и чтобы рядом был не её ребёнок, а чужой, а ещё и скупать этому ребёнку, собственно, за свои деньги, которые она зарабатывает, там одежду, игрушки, да ещё и делиться с ним едой. Да. Ну и что хочу сказать. Этот комментарий будет держаться, ребят. И пофигу, что там пишут на пацана. Это главный нынче хайп уралочки. Эту же эстафету перехватила и Ирка со сраилкой, да. Где чё про обдугани, они не удаляют. Знают, что ветка будет расти, и комментарии будут увеличиваться. Совсем прифигели. Они просто совсем прифигели. Им пофиг, что это ребёнок, да. По сути, ребёнок. Но ловят на нём хайп позорники. А так про Уралку я вообще молчу. Ирке-то, в принципе, по барабану, да. На ком хайп ловить. Ей-то обдугани, абсолютно посторонний человек. Она переступит через любого и даже через Уралочку, да. А вот Уралка, ну, это просто вообще дно, ребят. С каждым днём она превращается в такое отвратительное, гнилое дно. В принципе, чё удивляться? Она сама сказала, что она помойка. Вот и есть помойка. Помойка, которая пиарится на ребёнке. Ещё кто-то будет говорить, ой, Уралочка расцвела, стала мамой, когда появился обдугани. Да, Уралочка не расцвела. А подгнивать-то начала Уралочка и превращаться потихоньку в помойную яму, в которой окончательно обосновалась и сидит и воняет. Да, именно воняет. Потому что по-другому человека никак невозможно назвать, который допускает, чтобы её ребёнка, пусть даже не родного, а Сафарик же её муж, любимый муж, это его сын, и позволяет поливать помоями в комментариях. Сама позволяет, да? Сама провоцирует постоянно. А потом будет сидеть и тыкать этим своим пальцем в экран, что вы мне написываете, вы своих детей смотрите и за своими следите. Я гнилее человека не встречала. Насколько же отвратительное. То с инвалидов требует посылок, с немощных людей. И охает-ахает, что ей там прислали, а сама даже не поинтересуется, про здоровье. То пацана на посмешище выставляет. Уралка, ты кто? Ты кто такая? Неужели уже и правда провалилась в эту гнойную, вонючую яму со свалки? А выползти не получается никак, потому что деньги давят, бабки давят, доллары. Как же ты тут будешь выбираться, когда тебя прихлопнули в этой яме кучей денег? Тут желания нет выбираться, потому что бабосы поплыли рекой. Правда, Уралочка? И рада в говне сидеть, рада, чтобы твоих родных и близких полоскали вдоль и поперек. Пополощут, зато деньги в кармане. Хуже мерзости нет, чем смотреть вот на такую гниль. Честное слово, ребят. И до какой поры они будут продолжать вот эти вот провокации насчет Абдугани и оставлять столько мерзости в комментариях? Небось, если на Уралку кто что напишет и оскорбит, все, комментария нет. И она кричит, будете нас оскорблять, мы будем вас блокировать. Уралочка, а чего ж ты не отслеживаешь, когда полощут вдоль и поперек Абдугани? Потому что ты рада, радехонько. Да, что полощут не только тебя, но еще вдобавок и его. Потому что ты сама его ненавидишь, он тебя объедает, он тебе немил. А еще его и одевать нужно. Да, хоть самой тебе приходится в одной этой серой кофте днями и ночами тусоваться, да? Каждый день ходишь в одном и том же позорница, и вроде как и швея-мотористка, и муж торгаш торгует платьями. А себе, да, любименькой, позволить не можешь ничего. Поэтому тебе не мил этот мальчишка, и ты рада без меры, когда его полощут в комментариях. Но потом все равно выходим с умным лицом и тычем пальчиком в экран и рассказываем, зачем столько негатива. Да, Уралочка, а затем, что ты главный провокатор этого негатива. И еще, ребят, да, прочитала комментарий у себя по поводу куртки, которая на Абдугани, которую купили. И в которой рукава по колени, да. И что у нас такая швея-мотористка успешная не может быстренько сообразить что-нибудь насчет вот этих вот рукав, чтобы не были такие длиннющие. Слушайте, ну хотя бы уже подвернула бы эти рукава. Но нет, себе в потные места быстро заплатки нашлепала, да, когда купила пальто с лабутенами. Быстрехонько вляпала заплатки, да, в потные места. А вот Абдугани пофигу, что ходит с длинными рукавами. Кстати, ребят, как только мы сказали, что уралочка не носит пальто с лабутенами, она тут же напялила, решила нам так ответочку с вами пореслать. Ну, что якобы оно ей нравится, да. Ей пофиг, что ей там написали по поводу ее одеяния, да, с черными дермантиновыми подмышками. И решила показать нам, да, что она его будет носить и носит. В общем, ребят, буду я заканчивать. Пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте свое мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично мое мнение, и я его никому не навязываю. Каждый вправе думать по-своему, потому что мы с вами все разные и воспринимаем ту или иную информацию тоже по-разному, и это нормально. Жду ваших комментариев, жду вашего мнения, прекрасного всем настроения, позитивных эмоций, мирного неба над головой, любви, добра, понимания и, конечно же, здоровья. Берегите себя, берегите своих близких. Ну, а я вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok